Не буду говорить, сам расскажешь, что ты будешь делать. Вон, какой микрофон. Аплодисменты! Редкий гость. Мы будем так называть. Я тут насмотрелся про жарки и решил попробовать что-то подобное сделать про коллекцию, когда я научился. Ну, в общем-то, это первый раз. Начинаем. Значит, шутки за 300 закончились, поэтому шутки за 200. Я хочу прощаться с Константина, срочно говоря. Интересный факт про Константина. Когда он приходит в публичный дом и перед ним выстраиваются все конститутки, вот перед выступлением он говорит «Здорово, молодежь!» Да-да-да. Ну, четверки! И самое главное, я так и говорю, Ксения. Я тут смотрел. Молодцы, знаешь, что знаменитая фраза «Здорово, молодежь!» В каждый отрезок жизни Константина звучало по-разному. 10 лет назад она звучала «Здравствуйте, дамы и господа». 20 лет назад «Здорово, бандиты и братаны». 30 лет назад «Здравствуйте, друзья комсомольцы». 40 лет назад «Привет, я Костя». И 50 лет назад «Здравствуйте, тетя Люда, а уберите, пожалуйста, собаку». Здесь отсутствует один из основных персонажей, который меня очень сильно вдохновил на эту тему. Поэтому я на следующем тендапе, как вам прилетит из Таиланда с новым вирусом, скорее всего это зачитаю. Я сейчас пойду дачу. Блин, это какая-то сумма, да? Да, ну, вонишь, чертый, ты пошел по опасному пути. Окей, есть такой у нас Тимофей. Поприветствуйте Тимофея, Тимофей. Тимофей у нас знаменит, так сказать, в нашем кругу тем, что он любит каламбуры. Вот, поэтому он любит каламбуры, значит, и пользуется моментом. Клеим момент. Каламбур, то есть каламбур. Так же Тимофей любит мотоциклы, поэтому настолько любит мотоциклы, что всегда заправляет своей девушкой полный факт. Мотоциклы и каламбуры. Так, ладно. Недавно Тимофея спустило колесо, что в его возрасте явно рановато тоже. Нормально. Нормально. Тимофей настолько любит каламбуры, что если бы он баллотировался депутатой, его бы пришли поддержать. Конек, ирбунок, карабас, барабас. Да увидел бы он это где-нибудь шерлевую. Недавно Тимофей работал в магазине по продаже классических костюмов. И был уволен после того, как у него один из клиентов спросил, а есть ли у вас клеточный костюм? Ну, я только сказал, есть только одна клеточная. Все, только вам было в результате. Тимофей не любит рассказывать, что он кореец, чтобы его не услышал коронавирус. Такой же Бурят. Я Казах, блядь. Ах, Казах. Пошифруешься под Бурятом, блядь. Так, Мусин у нас тоже не пришел. Очень плохо, на самом деле. Потому что, блин, это тоже один из основных персонажей. Короче, приходите на следующий, я расскажу. И допишу. Ты ж про меня собирался. Сейчас и ты будешь подойти. Сейчас начало у нас. А Никита есть. Любимый. Камень был накид. Как-то просто пошутил. Когда Никита заходит в публичный дом, даже мамочка становится в общей очереди. Все из-за листов. Все из-за листов. Хорошо. Прием, эрония. Блин, ну, тут я сейчас про Юлиана скажу пару слов просто. Ну, шутку это надо, про любого сейчас банить. Я потом ее еще раз повторю. Короче, у Никита, собственно говоря, занимается одним делом, а Юлиан занимается темством массажиста. У него очень нежная рука. Я про это очень много написал, но когда Никита жмет руку Юлиану, образуется вакуум. Я так понял. Давай-давай, лупи. Если бы Никита притекся на uncertain, то ему потребовалось бы полдня, чтобы ответить каждой собаке. Просто не отвечать на каждое сообщение, которое ему пишет на. Просто каждое. Даже если ты пишешь не ему. Когда Никита играет на пианино, засыпает даже кладбище, только реконстантация партнера. А когда у Никиты спрашивают что-то, он отвечает в личку, даже когда я об этом не спрашиваю. Мехушкин! Вот Виталий Ликушкин по вашей ручке. Поприветствуйте, Виталия Ликушкина, он красавчик, он молодец. Что тебя там называют? Он сам бесстой. Хорош, хорош. И тебя вообще опасен. Когда не Виталий, Виталий, знаете, у нас юрист, помимо того, что он судья, он еще юрист. Когда Виталий не знает какую-нибудь статью Уголовного кодекса в суде, он ее показывает. Когда девушка Виталия что-то сделает не так, она сразу ложится на лопатки, чтобы он ее сам не заборол. Поэтому, когда дугая кукла Дуся, всегда в одной пользе. Перед сексом Виталий ставит таймер на две минуты и всегда побеждает. Побеждаешь сам? Рассрочный болевой. А, рассрочный болевой. Просто утонул в аплодисментах, я не разрушил. Недавно Виталий ехал в такси с мудаком и в какой-то момент пересекся с ним глазами, когда таксист смотрел зеркала заднего вида. И Виталий, глядя в глаза, таксисту начал петь. Когда тебя не станет, я буду видеть глазами твоих детей. Шутка за стопом. Николай. Николай, поаплодируйте ему. Под него не так много, потому что он редко появляется, но, тем не менее, парочка есть. Николай часто путешествует и злоупотребляет алкоголем. Недавно он проснулся от того, что его за ногу кусают людоеды где-то в Африке. Но, как он присмотрелся, он понял, что это теплотрасса в Кубке. Можно? Недавно Николай идет в корпоратив в мужской бане и не смог. Не смог найти микрофон. Там он много нашел. Что тут, Ваня? Вы понимаете, они просто были все в той же бане. Да они доказывали. Много микрофонов. Николай, я еще раз больше напишу сейчас. Давай, ладно. Да, просто шуточки, собственно говоря. Вот по последнему примеру. Давай. Какой вы все-таки у меня молодец, сказала невеста в свадебном платье и поменяла колесо в свадебную грузину. Лады. Айс был настолько сомный, что приносил китайских детей сразу на замок. Лады. У нас не шуточки, да? Я больше так зовут не буду. Давай, давай. Мать самца Богомола настолько была страшная, что самка Богомола увидит ее. Сожрала самца и еще дусалась. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Молодец. Ребят, подолгайте, потому что я вам скажу, они там что с Холей рядом сидят? Потому что Виталик тоже на открытом микрофоне еще почти ничего никогда не читал. Он что-то там копел, сочинял, дыхтел, писал. Мы с ним отдельно занимаемся совершенно самостоятельно. И вот наконец-то он добрел. И в принципе добрел неплохо. Какие-то вещи зашли, пойдем по хлопке. И мой-то его белый опыт. Сразу взялся за прожарку. Ну прет его, от этого прет. Хотя это, конечно, не очень благодарный жалоб. Конечно, мало, но не справился. Но, тем не менее, справился, так что герой. Все.